Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. Мы расскажем вам о событиях четверга, 1 сентября. Обычно я посыпался к обеду. Пообещали не лениться и только хорошо учиться. 1 сентября в школы области отправились 9,5 тысяч первоклассников. Неплательщиков решили выселять в коммуналке. Общий долг по городу за услуги ЖКХ составляет уже около 800 миллионов рублей. 40 килограмм мяса пошло. Килограмм 3 курдюк. Баранина тушеная, жареная в бульоне. Во всем мире мусульмане отмечают один из самых главных праздников. Пообещали не лениться и только хорошо учиться. 1 сентября в школы области отправились 9,5 тысяч первоклассников. По новым стандартам им придется учиться писать СМС, заниматься вместо физкультуры аэробикой и фитнесом, а через несколько лет осваивать электронные учебники. Свой первый день знаний их ждала торжественная линейка с гимном, напутственными речами, классный час и знакомство со школой. Как готовились к этому дню и что запомнилось больше всего, мы расскажем в нашем первом материале выпуска. 1 сентября глазами первоклассника. Сегодня утро у меня кружка разбилась, упала на счастье. Я хочу пойти в школу, потому что там получают много информации. В садике не дают больше информации, чем в школе. Я буду эту информацию правильно использовать для хороших дел. Сначала я пойду в школу на три урока. Потом я вернусь домой, сделаю домашнее задание, поем. Потом я дойду до котят, покормлю их, где там котята, в садике. Вот. Потом пойду домой. Котятки я сегодня не взял, потому что он не только будет линейка. Тем, кто очень плохо учится, обычно ставят один. Тем, кто получше чуть-чуть, два. Еще получше, три. Все получше, четыре. А самым лучшим, пять. Ну, буду стараться на пятерке. А после выходных два урока. А курс? Нет! Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Первый сентября, школа. Вот я еще не привык. Вот я ходил на подготовку в школе-садике. Мы теперь совсем большие. В школу мы пришли. И теперь никто не скажет, что мы малыши. Обещаем не лениться, только хорошо учиться. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Мне больше всего заполнилось, и понравился классный час. Я сел на первую парту, потому что я часто переспрашиваю. Сел с мальчиком. Его зовут Оскар. На классном часе нам рассказывали, что пенали есть. И еще нарисовали, обводили ладонь там и написали свое имя. А подарили нам медальку бумажную, наклейку, линеечку и расписание. Потому что ты в первый раз в жизни поступил в первый класс. В Калининграде злостных неплательщиков решили выселять в коммуналке. Общий долг за услуги ЖКХ составляет около 800 миллионов рублей. На выселение уже составлен список из первых 20 неплательщиков. Оплатить жировки жителям муниципальных квартир и собственникам жилья необходимо до конца недели. В другом случае их квартиры выставят на продажу в счет погашения долгов. Такая инициатива исходит от замглавы администрации Калининграда Александра Зуева. По его словам, в список выселяемых попадут только те жильцы, кто может, но не оплачивает счета. Эта мера не коснется людей, попавших в трудное жизненное положение. Все имущественные налоги объединили в единое налоговое уведомление. С 2011 года расчеты по транспортному, земельному, а также налогу на имущество физических лиц выходят на одной платежке. Квитанция на уплату прилагается. Кроме того, продлены сроки уплаты. Заплатить земельный и транспортный налог нужно не позднее 1 ноября 2011 года. Платеж на имущество физических лиц необходимо перечислить до 1 ноября 2012 года. Исключение составляет Калининград. Налоговое управление произведет перерасчет за предыдущие годы. Платежные уведомления начнут поступать калининградцам уже с 15 сентября. Напоминаем, что уведомления рассылаются строго по месту официальной регистрации жителей. 40 килограмм баранины, несколько килограмм моркови, репчатого лука и изюма. Три часа в казане на огне и 200 порций настоящего плова готовы. В Калининграде мусульмане продолжают отмечать один из своих самых главных праздников – Ураза Байрам. До этого в течение 30 дней был самый строгий пост – Рамадан. Сейчас же на столах самые лучшие национальные блюда. На праздники побывала и наша съемочная группа. Подробности смотрите далее. Плов из баранины – традиционное блюдо в этот праздник. Сегодня готовил его повар Абдул Мутал. Сам он мусульманин и знает особый способ приготовления. Работает прямо на улице. Три часа рядом с мангалом и в Большом казане готово около 200 порций плова. 40 килограмм мяса пошло. Килограмм три курдюк. И изюм килограмм. Два килограмма нут. Морковь. Килограмм 30. Пять килограмм лук. Репштейн. Целый месяц до этого праздника у мусульман был самый строгий пост. В светлое время суток они отказывались от еды, питья и увеселений. Зато сегодня можно всё. Лепёшки, плов, чак-чак, фрукты, овощи. Кроме алкоголя. В праздник мусульмане могут пить только сок или чай. И на этом празднике обязательно национальные песни и танцы. Это её любимая песня. Поёт Гульфия Салимгареева с 12 лет. Национальный костюм одела специально для праздника. Пела я на татарском. И, соответственно, костюм тоже татарский. Сольный костюм. Я в нём выступаю тоже у себя в пионерском. Сегодня заключительный день праздника Ураза-Байрам. Но у мусульман гуляния продолжится. А следующий праздник Курбан-Байрам – День жертвоприношения. Отметят его 6 ноября. Полина Зайцева, Ольга Глушенко, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Смотрите сразу после короткой рекламы. Здесь располагаются сигнальные флаги. Их много. А вот, например, этот обозначает счастливого пути. Первый в России матрос-священник. Отец Александр проходит службу на Баутфлоте. Любой человек может подойти, взяться за эфес шпаги и спокойно поставить ногу. Этот сапог Мюнхгаузена нашли на дне Приголи. В знак особого почитания и уважения барона в нашем городе совсем скоро появится ещё один памятник. Наверное, пятый класс. Это было волнительно очень. Чем запомнилось калининградцам их 1 сентября? Военная форма заменила в его жизни рясу, но только на один год. Впервые в истории военно-морского флота настоятель православного храма ступил на палубу военного корабля. Причём в качестве матроса-гвардейца. Наша съёмочная группа встретилась с обладом священником и узнала у него, почему он применял службу в церкви на службу в армии. Подробности смотрите далее. Здесь располагаются сигнальные флаги, их много. А вот, например, этот обозначает счастливого пути. Поднятие на борту корабля сигнальных флажков – одна из обязанностей матроса Ярошина. Но основное его место службы – на ходовой рубке торпедного катера. По указаниям командира, он должен вести корабль по заданному курсу. И хотя он только два месяца несёт в вахту, уже знает, что самое главное в его обязанностях. Я думаю, в моих обязанностях самое главное – это ответственность. И, конечно же, уметь очень чётко и быстро среагировать на каждую команду командира. И хотя матрос должен находиться на корабле все 24 часа, для Александра Ярошина делают исключение. На несколько часов каждый день отпускают на сушу, где он продолжает нести службу, но уже в качестве священнослужителя. Специально для молитв библиотеку на территории морской части превратили в православный храм имени святого праведного воина Фёдора Ушакова. Опыт священнослужения у Александра есть. В Пензенской области до призыва он исполнял обязанности настоятеля местного храма. Решение служить в армии принял сам. И далось оно ему нелегко. Я мысль зрела не один год. Решался очень долго. И не то, чтобы решался, а всё-таки угодно ли действительно это Богу и полезно ли мне. Поэтому это два самых главных вопроса, на которые и требовалось ответить. Рясу и другие атрибуты священнослужителя отец Александр пока одевать не может. Для этого нужен специальный указ к Ленинградской епархии. Он может получить право только в том случае, если правящий архиерей, святейший патриарх, даст на то добро, которым я являюсь настоятелем. И я в полной мере имею право каноническое совершать любые богослужения, которые там будут необходимы. Командир корабля говорит, что послаблений для Ерошина нет. Он служит, как все. Но у сослуживцев особое отношение к Александру. Единичный случай. Раньше такого не случалось. В принципе, так. Почему, опять же, столер и плотник может пойти служить, а священник нет? В основном я к нему обращаюсь на «вы», избавляясь от формализованности. Вот там, товарищ матрос и так далее. Ну, вот в основном так я стараюсь как-то избегать таких вот обращений, как Саша, например, да, скорее отец Александр. Матросы признаются, теперь их военная часть отличается от других. Ведь они могут встречать православные праздники по всем правилам и с настоящим священнослужителем, хоть он и в солдатской форме. Полина Зайцева, Мария Дегтяренко, Виктор Буздин. Служба новостей. Город. Полицейским разрешили пользоваться электрошокерами, дубинками и газовыми пистолетами, но только в особых случаях. А калининградцам продлили купальный сезон на городских пляжах. Эти и другие новости смотрите в нашей постоянной рубрике. Короткой строкой. Полицейским разрешили пользоваться оружием несмертельного действия. Например, применять такое, разгоняя незаконные митинги оппозиции. Для усмирения хулигана, напавшего на прохожего или полицейского, можно применить дубинку, газовый пистолет, электрошокер и другие виды оружия. Однако экспертов смущает неправомерность использования спецсредств полиции, так как их применение пока не конкретизировано. В Калининграде одобрено открытие онкологического центра. Его проект будут разрабатывать в НИИ «Онкология имени Петрова» в Санкт-Петербурге в следующем году. Строительство запланировано на 2014-2015 год за счет федеральных средств. Местом расположения центра может стать поселок Родники, где сейчас достраивают кардиоцентр. Со временем здесь должен вырасти медицинский городок, включающий в себя не только лечебные учреждения, но и жилой поселок для врачей. В октябре в Пионерском начнет работать станция обезжелезывания воды. Мощность новой станции – 5000 кубометров в сутки. Это обеспечит жителей Пионерского более качественной водой. На строительство станции было направлено более 160 миллионов рублей. Основную часть этих средств выделили региональное правительство и федеральный центр. Затраты муниципального образования составили всего 10% от этой суммы. Муниципалитетам области выделили более 300 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Из них 288 миллионов уже получены на запланированные цели. За прошедшую неделю задолженность муниципальных образований перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов уменьшилась почти на 22 миллиона рублей. Долг теплоснабжающих предприятий по-прежнему составляет около 900 миллионов рублей. Жилищный фонд области подготовлен к зиме пока на 66%. Продлен купальный сезон 2011 года в водоемах Калининграда. Для обеспечения безопасности граждан спасательные посты продолжат свою работу в местах купания. Сезон открыт до празднования Дня города. Прежде пресс-служба городской администрации сообщала о закрытии купального сезона в Калининграде с 31 августа. Курсы валют на 2 сентября. Доллар США 28,89 рубля, евро 41,47 рубля, литовский лит – 11,98 рубля, польский злотый – 10,05 рубля. Немцы называют его бароном в Рале, а калининградцы – самым жизнерадостным человеком на свете. В знак особого почитания и уважения они увековечили его правый сапог, тот самый, который нашли на дне приголя, когда начали возводить рыбную деревню. Торжественное открытие памятника состоится в эту субботу. Жители и гости города в этот день смогут произнести знаменитую молитву барона Мюнхгаузена и вступить в его клуб внучат. Сколько весит сапог деда и почему кузнецы хранят в тайне имя автора – узнаете прямо сейчас. На личном сапоге барона Мюнхгаузена стояла личной клеймой итальянского мастера. Его точная стальная копия получилась безымянной. Кузнечных дел мастера решили сохранить в секрете имя автора. Как того требуют законы жанра. Как есть много секретов, связанных с жизнью барона Мюнхгаузена, так, я думаю, должно и остаться. Пусть это останется и в связи с этим сапогом. Шпоры, пряжки и другие элементы боевой амуниции. В таком сапоге на бал точно не пойти. Длина шпаги легендарного барона почти метр. А вот определить размер самого сапога оказалось не так-то просто. 400 миллиметров. Я даже не знаю. Может быть, 60-й. Где-то между 45-м и 50-м. С точки зрения практической, это универсальный размер для всех туристов. Сапог установят около башни маяк со стороны набережной в рыбной деревне. Потому что любой человек может подойти, взяться за эфир с шпаги и спокойно поставить ногу. Важная часть такой фотосессии – клятва верности. Дело знаменитого выдумщика и фантазера. А также его красноречию. Вишнево оленя стрелял. Дерево выросло. Потом за волосы себя тянул. Коня поил наполовину отрубленного. Это наши соседи в Германии называют Мюнхгаузена бароном в ралли. А у нас почитают и возводят в его честь уже второй памятник. До субботы сапог надо успеть загрунтовать и покрасить, чтобы тот лучше приносил калининградскую погоду. Хотя унывать и хандрить было совсем не в духе его владельца. Он как-то к жизни относился весело, скажем так. И потому, может быть, и выжил, когда на ядре полетел. Потому что остальные не смогли этого проделать. Своей отвагой и храбростью он теперь других на подвиги толкает. Наши мастера уже мечтают увековечить самого барона Мюнхгаузена. Мария Постникова, Михаил Илькевич. Служба новостей город. И вернемся к главной теме четверга – Дню Знаний. Мы решили узнать у калининградцев, чем же им запомнилось это 1 сентября. Наверное, пятый класс был волнительно очень. Да, то есть уже что-то помнишь, что-то знаешь, что нужно делать, но все равно начинается новый этап жизни. Не было на учебниках, ничего, это было жалко. Ну, война была. И я пошла с такой сумочкой холщовой. И газеткой, чтобы писать. И карандаш. Пошли ничего. Ну, в этот день всех радость. Первый класс. Новые знакомые. Новые друзья. Наука. Первый класс, когда мы пришли, мы думали, ничего себе, второклассники, они такие большие уже, а мы только в первом классе. Ну, потом доросли уже. Нам так уже не казалось. Бросил курить, когда пошел первый класс. Когда я пошла в среднюю школу образовательную, мне не понравилось, потому что, ну, уже появилась там ответственность и все такое. Мне не понравились мои одноклассники. Но потом я к ним привыкла, и вот сейчас мы с ними поступаем в университет, будем вместе учиться. Первый сентября. Цветами, бантиками белыми. Школьной формой. Да, формой. С радостными лицами. С веселой музыкой. И новые люди. Ну, просто волнительно, мандраж такой. С школой. Ну, интересно было. Торжественность, наверное. Самостоятельность, взрослая. В детском саду спать не надо. И это все новости на сегодня. Если вы стали свидетелем уникального события или засняли его на свой сотовый или любительскую видеокамеру, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Всего вам доброго и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!